Тропа возле центрального кладбища несколько десятилетий вела Четинцев на прогулку в лес и позволяла сократить дорогу до своих огородов дачникам. Но постепенно могилы подбирали все ближе, пока полностью не перекрыли дорожку. В субботу мы делали тоже пробег, возвращались с пробега, и вот увидели здесь, что тут прямо на тропе сделаны ямы для могил. Нам показалось это немножко странно, потому что в любой религиозной традиции считается, что хоронить людей на дорогах, на тропах – это очень неблагоприятно. Между тем, смотритель кладбища Николай Степочкин объясняет, эти могилы выкопаны абсолютно законно, причем на территории, которая относится к погосту. По его словам, лежать здесь будут ветераны Великой Отечественной. В этом месте предусмотрена целая погребальная аллея. Другой вопрос, что эти несколько десятков могил – одни из последних. Территория кладбища отведена от лыпа до ключа. Вот на этом месте мы копаем для ветеранов войны, для малообеспеченных. Вот заготавливаем, ну, летом, понимаете, потому что зимой не успеем выкопать этих могил. А куда людей хоронить, некуда. Вот последние места остались только и все. Кладбища нового нет. Я на тот год вообще не знаю даже, где и как будем копать. Вопрос об открытии в Чите дополнительного кладбища стоит остро и очень давно. И по словам председателя городского ЖКХ Андрея Галимарданова, в ближайшие годы ждать нового места для погребений не приходится. На него в бюджете Краевого центра просто нет средств. Да и строительство крематория, добавляет Галимарданов, не выход. Такая ритуальная услуга выгодна только в городах-миллионниках. В любом случае, выход из ситуации нужно искать и как можно быстрее. Иначе фраза из анекдота «Где же мы вас всех хоронить будем?» станет как никогда актуальной. Артем Кондратьев, Анна Кулигина, ЗАПТ-ТВ